так нелепо ли нам бяшить братья начать и старыми словесы наш онлайн-тренинг технология бестселлера видите ли вы меня слышите ли вы меня напишите в чате если вы видите и тем временем пока вы пишете я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс роман в нашей сценарной мастерской если вы хотите если ваш бестселлер который вы собираетесь написать является романом то вам надлежит проследовать по ссылке и подать заявку сейчас я вам скажу какая там ситуация сейчас так 10 мест у нас уже там занято всего будет 45 мест так что присоединяйтесь коллеги хорошо начинаем сегодня у нас финальное занятие тренинг это маленькая жизнь неделя пролетела незаметно и даже немножечко как-то грустно значит сегодня мы с вами будем говорить о публикации вашего бестселлера что дальше с ним делать если бы мы с вами говорили лет 30 назад на эту тему да то что с ней что делать с написанной книгой совершенно очевидно да нужно отправить книгу в издательство чтобы ее там издали и и сегодня эта опция у нас тоже существует да то есть мы можем выяснить какие есть издательства которые издают книги на ту же тему что и у нас найти контакты этих издательств и туда эту книгу отправить почему-то этот очевидный очевидная эта стратегия она очень многим людям в голову не приходит начинающим автором да то есть они сидят со своими текстами и думают непонятно тоже почему да она почему-то думают что вот какие-то издатели узнают о том что они написали гениальную книгу придут и скажут а нет ли у тебя случайно гениальной книги дай-ка ее нам почитать до возьмут ее и тут же немедленно и сдадут на самом деле ну ничего подобного смотрите что касается вот просто взять и отправить книгу в издательстве я делюсь своим собственным опытом в 1999 году я написал на самом деле я его начал писать девяносто восьмом году в августе месяце да вот в конце я долго достаточно писал месяца три да вот там типа в декабре допустим или в ноябре я закончил 98 года свой первый роман с рабочим названием предпоследний поединок и тогда я у меня по моему электронной почты даже еще тогда не было интернета толком не было да вот я посмотрел какие издательства издают детективы да в то время детективы издавали издательство нет там три издательства было таких основных это эксмо больше всего издавала детективов вагриус издавал но он правда издавал в основном одного автора виктора доценко и алма пресс них был такой хороший достаточно проект рус русский проект в котором они издавали и алексеева и много достаточно таких хороших хороших мощных авторов и значит я в двух экземплярах когда я закончил свой роман я писал руками в тетрадочке да вот когда его написал я отдал его машинисткам нашим в редакции они разделили его на три части и за неделю набрали мне его набрали текст я его вычитал и значит распечатал на принтере на матричном принтере который строчку вот три дня вся редакция вешалась потому что я сидел и в двух экземплярах распечатывал свой роман 180 страниц получились вот такие вот две толстых стопки бумаги значит я их отнес на почту купил два больших конверта и отправил два издательства одно издательство было эксмо 2 честно говоря я не помню по моему в адрес я все-таки отправил да то есть у меня был выбор 2 либо волну либо в адрес вот по-моему я в адрес все таки отправил вот из вагриуса мне не ответили а в начале следующего года январе или феврале это прошло два или три месяца мне приходит письмо из издательства эксмо подписанное григорием ефимовичем стерниным не знаю жив он или нет если жив то желаю ему всяческого здоровья а вот что александр прочитали ваш роман роман нравится приезжайте ждем вас по такому такому-то адресу позвонить по такому такому-то телефону предварительно да и мы готовы подписать договор и значит я сажусь еду в этот самый еду в москву подписываю договор и мою книгу издают да то есть вот человек не имея ни единого знакомства да просто с улицы берет и отправляет роман вы можете сказать ну наверно молчанов ну во первых тебе наверное повезло да во вторых ну не знаю что тут можно сказать да но дело в том что у меня в то время был потом мы разругались это неважно длинная история отношения к этому не имеется значит у меня был друг в то время не буду не буду называть как его зовут не так важно значит который писал роман тоже в то время он всем же жил я в володе жил уже в газете работал он жил всем же вот и узнав о том что я написал роман забросил уже свой роман давно все это самое узнав о том что меня издает эксмо здесь зависть еще как-то соревновательность да тут восстала да он такой нет все таки надо мне свой роман дописать и он тоже дописал свой роман и отправил в это же санка издательство эксмо вот и когда я приехал в эксмо заключать договор уже по поводу там второго своего романа значит этот же самый григорий ефимович стернин у меня спросил а слушайте вот вы из вологды а вы случайно не знаете вот такого-то такого-то человека и называет мне имя приятеля моего вот я бы конечно знаю да говорю мы там вместе фактически там все это все это писали обсуждали мы встречались так выпивали говорили о литературе и так далее так далее вот и значит в итоге его роман тоже издать да то есть если у вас есть текст который издательству нравится редактором нравится да вам не нужны никакие связи ничего не нужно да то есть никто нас не меня не приятель этого моего да то есть мы были два парня из сям же которые написали романы и эти романы были изданы в серии русский бестселлер каждый там больше 50 тысяч тиражом продался вот очень простая история до дальше я занимался другими делами да я писал сценарий писал пьесы и в числе прочего опять же я написал книгу букварь сценаристы я больше не планировал и не собирался возвращаться снова к теме книг то и на меня уже вышли из эксмо девчонки и сказали типа александр давайте вот у нас есть серия мастера сцены давайте мы издадим вашу книгу букварь сценариста переиздадим да и вот я снова снова начал издаваться и несколько книг еще было издано вот сегодня существует до был один было одно время которое может быть как-то дала в некий отпечаток такой не очень хороший на отношении авторов издательств да это там начало нулевых годов то есть где-то начиная года с 2005 до года там может быть 2015 примерно в это время крупные издательства в основном работали с теми авторами как которые уже с ними работали да то есть вот есть да и выглядел это ужасно на самом деле то есть когда ты заходишь книжный магазин заходишь в раздел детективы и видишь шкаф книг да и это все книги анны малышевой я не знаю кто такая она малышева допускаю что хороший автор хорошего уровня детективы делает да но согласитесь что если я хочу почитать русский детектив да на русском языке нашего автора который описывает нашу современность да я хочу иметь чуть больше выбора чем чем анну малышеву а вот и было условно говоря там был акунин было маринина было донцова было малышева было полякова да все это прекрасные замечают полина дашкова да прекрасные отличные авторы которые действительно делали очень хорошую качественную детективную литературу да но фактически это было там 10 авторов которые полностью закрывали весь рынок вот а мужской детектив это было там сплошные эти самые обожженные зоной тоже все это все это ужасно совершенно было на вот но эта ситуация сейчас разрушена сейчас в эксмо классный главный редактор евгений копьев молодой парень энергичный который сам очень хорошо любит и любит и разбирается в но фикшен в основном да да и в художественной литературе он был у меня дважды я делал с ним интервью тоже можете посмотреть один раз я приходил в издательство и мы там снимали один раз он онлайн общались тоже на на ю тубе можете найти посмотреть наши разговоры вот и он в числе прочего сказал что я ставлю такую задачу в отношениях с авторами чтобы если к нам попала книга которая нас устраивает которую мы хотим издать чтобы с автором связывались в тот же день или край на следующий день то есть если пришла книга которая нас устраивает которая нам нравится на следующий день автору звонят и мы встречаемся и заключаем договор и он это сделал то есть это действительно так они действительно очень у них на сайте есть форма для авторов да то есть ты заполняешь если книга им подходит они очень быстро ну не день в день дано очень быстро на это реагирует вот иногда я злоупотребляют надо признать я злоупотребляю нашим знакомствам и лично просто ему посылаю там кого-нибудь из моих друзей или учеников посылаю книги и в этом случае да там вообще-то сразу сразу же реагирует вопрос часов вот и очень быстро издают да так у светланы афанасьевны афанасьевы издали книгу которую на в коучинге у меня написала продавай как бог очень хорошая книга у андрея ланда про ораторское мастерство книгу тоже я ему отправил все через день связались сразу же издали и очень хорошо издали вот но тот тоже здесь даже дело не в этом да то есть люди которые отправляют то есть если достаточного уровня текст отправляют туда до в некоторых случаях сразу идет книга издали сдается до в некоторых случаях у них сейчас есть еще такой механизм отслеживания они тестируют книгу есть сервис xmo digital через который они издают книгу на литрес и дальше они смотрят если книга хорошо на литресе продается дальше они переиздают в бумаге это нормальный вполне механизм я советую если вас по этому пути отправят да не не отказываться от этого и у нас тоже многие мои ученики вот наталья барабаш например когда ее туда отправили она мне написала паническое письмо хочу что делать зачем они меня посылают в этот самый я бы соглашайтесь ну как и вы чем рискуете вы ничем не рискуете вот и отправили ее книгу она там стала просто мега бестселлером все ее читали и после этого вот три книги у нее уже выше поэтому все это до работать работать с издательствами сегодня есть смысл да и можно с улицы прийти и совершенно спокойно в издательство попасть люди готовы издательство готовы работать с авторами чем это хорошо чем хорошо работать с издательством достоинства издательство ставит книгу на полку да то есть в любой книжный магазин вы приходите где бы я не был в лондоне я прихожу в магазин waterstone там есть русский отдел я захожу туда там лежат мои книги да то есть мне ребята постоянно присылают там только нефедов мне присылать фотку я на кипре в зашел в пляжный магазин вот тут твоя книга лежит посылает мне фото этой книги до в чикаго есть мои книги в книжном магазине тоже мне фото присылали в нижний новгород я приезжаю веду книжный магазин заглядываю проверяют лежат мои книги лежат да то есть вот код везде где есть книги везде есть ваша книга то то есть если вы издались через издались в хорошем крупном издательстве в чем недостаток недостаток вы не контролируете большую часть процесса да то есть вы отдали и все например чаще всего вы не контролируете обложку когда я первые книги свои издавал мне сразу же сказали что мы поменяем название нам не нравится я тогда мне это тогда не очень понравилось но в итоге я согласился в итоге роман вышел первый вышел с названием ставка на джокера второй роман вышел название тень счастливчика ну хорошие названия нормальные вполне вполне продажные вот но там был автор у них был автор андрей молчанов на обложке они ставили инициал да я не сказал мы не можем чтобы у нас 2 а молчановых были в этом сам в одной серии заставили взять псевдоним поэтому у меня первые два романа вышли под псевдонимом александр кузнецов это мне честно говоря подпортил мой триумф слегка вот да то есть вы не контролируете обложку хотя в дальнейшем я уже в договор вставлял что я должен одобрить обложку вот но должен одобрить должен да но понятно что все равно например там вот новая обложка букваря сценариста уже третье издание она мне не нравится я им сказал что мне не нравится обложка вот пару раз ее переделывали все равно все равно мне не понравилось как сделать желтая такая обложка с печатной машинкой с пистолетом черная с пистолетом на мой взгляд выглядела лучше но они меня убедились сказали что будет лучше продаваться и ну ладно ради бога да вы не контролируйте название вас могут заставить поменять название вы не контролируйте серию да и есть серии условно говоря там есть какая серия stalker да вы пишете фантастику и вот ваш роман попадает в эту серию stalker все это братская могила да то есть там читатели вообще да то есть они читают серию они не читают автора они даже не запомнят что был тут какой-то автору этой книги не контролируйте продвижение то есть да вам могут сделать какое-то промо до минимальное но в целом вы продвижение вообще никак не не можете на него повлиять плюс это занимает много времени да то есть ну несколько месяцев вы потеряете на этом на том что ваша книга будет идти через издательство насколько мне известно да ну здесь важно еще один момент да то есть если ваша книга выходит в крупном издательстве да понятно что это уже некий знак качества да то есть какая-то какое-то издательство поверила в вас вложила деньги в издание вашей книги да и это вроде как уже для вас какой-то вы какое-то какую-то полосу препятствий прошли то есть не на некий уровень вышли я не знаю делают ли сейчас издательство издание книги за свой счет мне кажется что уже не делает смысл смысла нет что можно сделать еще можно опубликовать в интернете до мгновенная публикация да то есть нажал туда публиковать все текст опубликовано мгновенная публикация но невысокое доверие людей к такому тексту да то То есть, легко достались, легко расстались. То есть, убедить людей в том, что надо прочитать этот текст, не так просто. Но, тем не менее, тоже здесь есть определенные кейсы. Например, кейс Дмитрия Глуховского, который ВКонтакте публиковал свою книгу про метро. Собрал там достаточно большой пул поклонников. И в дальнейшем из вот этих интернетовских публикаций дальше были книжные публикации. Точно так же, точно таким же путем шел Денис Викторович Драгунский. Это все вот с Денисом Викторовичем вообще все шло у меня на глазах. Мы вместе с ним работали тогда в издании «Частный корреспондент». И он начал писать рассказы. То есть, мы все его знали как политолога. И вдруг он начал писать рассказы. И публиковать в интернете, в ЖЖ. Тогда еще ЖЖ был. В ЖЖ, потом в Фейсбуке. И это стало очень быстро набирать большую популярность. И потом он начал... К нему опять же обратились из издательства Елены Шубиной. И сейчас у него там в год по четыре книги выходят. И замечательно, замечательно все идет. Замечательно развивается авторская карьера. То же самое Цыпкин там и так далее, и так далее. То есть, авторы, которые очень четко попадают вот в этот юмористический и очень такой остросюжетный юмористический интернет-формат. Они очень хорошо, очень быстро взлетают. Особенно если это короткие тексты, короткие рассказы. Что еще можно сделать? Можно издать за свой счет. То есть, это вообще не сложно. То есть, сегодня через то же Ридаро можно напечатать все 20 экземпляров. Что это дает? Книга в руках. То есть, вы напечатали и хоть завтра можете идти эту книгу раздавать, раздаривать. Я делал так. То есть, я печатал какие-то книги, которые я понимал, что сложно будет через издательство провести. Да, и просто раздаривал на конференциях, на встречах, на тренингах и так далее. Нет доступа к торговым сетям. Долгое время вот такое издание за свой счет, да, то есть, вы не... На полках в книжных магазинах эта книга не получается. Кроме того, я считаю, что издание книг за свой счет, оно портит карму немножко. Да, хотя, с другой стороны, Пастернак первую свою книгу издал за свой счет. Гумилев первую свою книгу издал за свой счет. Джим Моррисон, да, будучи там мега-звездой, свою книгу «Американская молитва» издал за свой счет. То есть, в принципе, да, вроде как ничего плохого в этом нет. Но я считаю, что есть механизмы проще, да, есть сервисы типа Ридаро. Отправляют во все интернет-магазины. Можно напечатать для себя, если хочется, там, несколько экземпляров в толстых обложках, в твердых обложках, в мягких обложках. Качество печати там достаточно высокое, стоимость небольшая, да, и можно точно так же и там опубликовать, да, и раздаривать. У меня есть книги, которые были изданы только через Ридаро. Например, книга «Писатели деньги», она только через Ридаро издана. Книга «Самодисциплина для писателей и сценаристов» только через Ридаро издана. Есть варианты, да, то есть можно сделать так, да, издать книгу через Ридаро, раскрутить ее, и потом после этого, уже имея книгу «Бестселлер», предлагать ее в издательство. Я уже делал такие вещи, да, то есть у меня были, там, когда я написал книгу про сценарий телесериала и пишется. Я две книги написал, и я имел глупость обе книги одновременно отправить в издательство. Так нельзя делать никогда. Они посмотрели и сказали, вот пишется, мы берем. Я такой, ну окей, а вторую книгу издал через Ридаро. И она два месяца была номер один в топе Ридаро. И потом после этого я им отправил скриншот, книга «Бестселлер на Озоне», первое место на Ридаро, цифры продаж. Да, то есть я им все отправил в Эксму и говорю, вот вы отказались от книги. Они такие, у Александра, вы нас неправильно поняли, давайте, короче, прислал эти книгу, подписываем договор. И издали ее в Эксму тоже. Вот, то есть делал я такие вещи. Газетчик изначально был издан через Ридаро. И, по-моему, да, и писатель. Первые две книги я издал через Ридаро, но писатель я очень быстро убрал, потому что все из Эксму мне сразу там посмотрели. Посмотрели, опять же, цифры продаж посмотрели, отзывы посмотрели, так и все, подписываем договор, дописывайте третий роман и мы публикуем. Вот. Поэтому вот можно так сделать, да, сначала сделать книгу бестселлером через Ридаро, а потом вступать в переговоры с издательством. Вот такие есть четыре варианта. Отправить в издательство, опубликовать в интернете, издавать на свой счет и издавать на Ридаро. Что я советую делать? Я советую отправлять книгу в издательство и в случае, если там будет получен отказ, издавать через Ридаро, раскручивать ее и потом снова предлагать в издательство. Насколько это понятно? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то готов отвечать. Что можете сказать про Литрес Самиздат? Не пробовал, не знаю никакие проценты, ничего, никаких условий там не знаю. Но я думаю, что это плюс-минус то же самое, что Ридаро. То есть, Ридаро может, через Ридаро можно отправлять на Литрес книгу. У меня, насколько мне известно, все книги, которые изданы через Ридаро, есть на Литресе. Так, проценты с дохода, фиксированные в издательствах. Там по-разному. В среднем там плюс-минус от 12 до 15 процентов. Я никогда не, честно говоря, я никогда не считал это таким доходом, да, и не учитываю вообще этот доход. То есть, я периодически просто раз в год приезжаю в это отделение банковское, через которое мне перечисляют эти деньги. Да, с удивлением узнаю, сколько мне там за год накапало, да, там, ну, неплохие деньги, да, то есть, у меня там около 15 книг сейчас на рынке, да, и снимаю их разом. И это у меня такой, ну, приятный бонус. Я его жене отдаю на карманные расходы. Вот, по-моему, у меня 12 процентов. Знаю, что есть авторы, у которых 10 процентов, знаю, что есть авторы, у которых 15 процентов. Так, про серию не поняла, разве ни одного автора? Нет. Ну, серия Сталкер, например, там десятки авторов. Так, Ридеро красавчики. Да, я дружен с основателем Ридеро, Сашей Касьяненко, и по сути Ридеро началось с букваря сценариста. То есть, букварь сценариста, это такой прото Ридеро. И Саша сам его печатал, я был вместе с ним в типографии. И мы вместе на его машине развозили, развозили букварь по точкам, по торговым. В трех местах он продавался. Так начиналась легенда. Так, что тут плохого для кармы? Ну, смотрите, это как бы вы, да, то есть, издательство это фильтр. Да, то есть, если книга прошла фильтр издательства, редактор, да, ее посмотрел и принял решение, что эта книга достойна быть изданной, то, да, это как бы, типа, вы прошли испытание. А если вы сами напечатали, вы вроде как этого испытания не прошли. Поэтому, как сделать книгу бестселлером на Ридеро? Да, сейчас расскажу. Не понял разницу между третьим и четвертым вариантом. Смотрите, третий вариант, да, когда вы просто печатаете книгу, и через Ридеро тоже можно напечатать, да. Например, у меня отец, мой покойный, Царствие Небесное, он написал сборник баек. И, значит, и он мне их прислал. И я решил ему сделать такой подарок, да, напечатать ему книгу. Я напечатал 20 экземпляров его книги. Я отправил ему в этот самый. Вот. А он не хотел, чтобы книга продавалась в интернет-магазин. Не знаю, почему вдруг старику такое взбрело в голову, да. Вот он не хотел, чтобы она издавалась, чтобы она в интернете лежала. Вот. Соответственно, она не публиковалась в интернет-магазинах. Она была только напечатана. Вот. И действительно, есть люди, которые, допустим, не хотят, чтобы их тексты появлялись в свободном доступе в интернете, а были только в виде книги. И в некоторых случаях в этом есть смысл. Например, если вы пишете пьесы, да. И пьесы, театры имеют свойство авторов кидать, да, не платить им деньги. И если, например, есть какая-то пьеса, хит какой-то, да, которую все ставят, да, и текст можно найти в интернете. И эта пьеса, понятно, что это не Шекспир, да, а какая-то современная пьеса. Вот у меня, например, была пьеса, и есть пьеса убийца, которую там десятки театров ставили. Вот. И я понимаю, что десятки театров ставили официально платя деньги за эту пьесу, еще десятки театров ставили не платя ни копейки за это. Типа вроде как должны этим заниматься, никто это не делает, естественно, потому что это действительно не очень большие деньги, чтобы за них рубиться. Вот. И автор, например, да, делает свою, делает пьесу, пишет, издает ее через Ридеро, печатает там 20-50 экземпляров, но в интернет-магазины не публикует. Именно для этого, для того, чтобы не могли найти текст в интернете, купить этот текст за этот самый, да, и в электронном виде его иметь. А с книги никто же не будет его перенабирать, этот текст. Вот. И есть только, он есть только в виде книжки. Вот. Поэтому вот есть нюансы, есть ситуации, когда человек хочет иметь напечатанную книгу в небольшим тиражом, но не иметь, не публиковаться в электронных магазинах. Так, можно ли как-то защитить книгу от воровства? Нет. Нет. Никак нельзя защитить книгу от воровства. Но по большому счету я вам говорю, что никто не украдет вашу книгу и не издаст под своим именем. Вот я с пьесой, да, это вот единственная, пожалуй, ситуация, где могут украсть ваш текст. Но опять же, да, люди же не будут вашу пьесу, да, то есть если пьеса хит, да, не будут же свое имя ставить и свое название на вашу пьесу. Ну, никто этого не будет делать, потому что люди же на название идут и на имя. Так, ваши книги есть в озвучке на Яндекс.Музыке и Букмете. Начал слушать, пишется. Да, это издательство делало. Издательство озвучивало. Пишется, озвучивала букварь сценариста и озвучила, по-моему, газетчика. Я не видел их на Яндекс.Музыке, но мне кто-то присылал ссылки на Рутрекер. Пиратские эти самые. Ребят, еще раз, блин, не пытайтесь. Вот, смотрите, самое идиотское, что можно делать, это пытаться зарабатывать на издании книг. Там денег нет. Может ли короткая поэтическая пьеса стать бестселлером? Нет. Пьеса не может стать бестселлером. Бывали случаи в истории, когда изданные пьесы становились бестселлерами. Но это было в совсем другое время, не в такое, как сейчас. Сегодня пьеса или сценарий изданный, это узкоспецифическая литература, которая имеет очень ограниченный круг читателей. Была в свое время в Эксмо попытка издавать современных авторов. И там были небольшие тиражи, где-то тысячи экземпляров, две тысячи экземпляров. И действительно очень хорошо сделали книги. Издали книги сборник Угарова, сборник братьев Дурненковых, сборник братьев Кресниковых. Лену Исаеву издавали. Кого еще? Макса Курочкина. Вот 5-6 книг было издано. Такие небольшие книжечки, такие толстенькие, в толстых обложках. Я как раз в то время, я увлекался очень сильно, изучал современную драматургию. И это было очень здорово. Но они мне не продавались. Мало кто интересовался этим. Еще было такое частное издательство, Корова книги, которое издало, они издали Курочкина, Клавдиева и Митю Егорова. Он под псевдонимом, Данила Привалов, что ли, псевдоним. Вот, типа, там 3 книги было издано. Вот. И все. Больше с тех пор я не видел, чтобы кто-то издавал современную русскоязычную драматургию. Были еще редкие всплески. Вроде бы издавали Ворыпаева был сборник, неплохой сборник текстов. Вроде бы Прешко что-то вы издавали. Но такого системного издания драматургии я не видел. Вот. И не очень понятно, зачем кому-то, да, кроме театров, да, кроме заинтересованных лиц, кому-то это покупать. Каляда издает все книги, сам издает за свой счет. Я у него заказывал его собрание сочинений, просто отправил ему деньги на карточку. Он мне почтой отправил свое собрание сочинений. Просто мне хотелось его. Я все пьесы раньше его читал, но вот хотелось мне его иметь. Дальше. Окей. Теперь продвижение. Вот с изданием разобрались. Надо понимать, что продвижение автора – это дело автора. И только автора. То есть издательству пофиг, да. То есть таких, как вы, у издательства тысячи человек, да. Им все равно. Вы, ваша книга будет продаваться или чья-то другая будет книга продаваться, да. Вы для них это там лишняя головная боль. Да. То есть само по себе что-то продается, да. Если вдруг какой-то автор начнет выстреливать, да. То есть Донцову начали продавать, продвигать издательство. Тогда, когда у нее вышла там типа сороковая книга. Да. А до этого никто не занимался ее продвижением. Поэтому, опять же, да, у нас есть немножко такое советское мышление, да. Что вот все, книгу издали, и дальше она станет бестселлером. Издательство будет ее рекламировать и так далее, и так далее. Да ничего подобного. Что делать? Во-первых, раздавать книгу бесплатно и просить отзывы. То есть, когда у меня, ну, сейчас, опять же, я этим там не очень, мне не очень надо, да, и не очень этим занимаюсь. Но когда я активно достаточно издавал книги, да, выходит моя книга, я заказываю сразу же. Ну, во-первых, я получаю от издательства 10 экземпляров, да. Да, я еще там дозаказывал 10-20 экземпляров, у меня всегда был экземпляр в рюкзаке, и я всем дарил, фоткал людей с книгой, заставлял отзывы писать, да. Да, то есть, дарить книгу, продвигать, просить отзывы обязательно. Дальше, дарить книгу знаменитостям и фотографировать их с книгой, да. То есть, если встречаете какую-нибудь знаменитость, обязательно у вас должна быть своя книга, обязательно втиснуть эту книгу свою. Единственное, ребят, вот не надо делать такую вещь, и мои ученики, кстати, этим тоже злоупотребляют. Ах, Александр, у меня вышла книга. Ребят, новость про то, что, ах, Александр, у вас вышла книга, да, это для вас событие, да. Для меня это новость каждый день, то есть, каждый день у кого-то из моих учеников выходит книга, да. То есть, вот у нас заканчивается курс по роману, проходит, да, 45 человек написали книгу. Из них, там, 30 книг издаются, например, да, и, соответственно, да, в течение месяца 30 участников курса мне пишут, Александр, у меня вышла книга. Мне очень приятно, мне реально очень приятно, да, но когда вы мне говорите, там, давайте, куда вам эту книгу прислать, да, то есть, вы мне присылаете книгу, отправляете почту, это мне надо пойти на почту, чтобы вашу книгу получить, да. С учетом того, что мне в год, там, пишут человек 70, Александр, давайте я вам книгу пришлю свою, да, то это мне 70 раз сходить на почту. Я ходить на почту ненавижу, да, то есть, там, приходишь, получаешь номерок, стоишь, ждешь, распишешься, получаешь, да, и получаешь книгу, которую я и так уже читал, да. То есть, если вы написали книгу у меня на этом самом, на курсе, да, я ее читал, вот, соответственно, я ее, ну, еще, еще одна книга, которую я ставлю на полку, да, то есть, мне, конечно, приятно, но, ребят, камон. Ну, как бы, мне, мне, да, гораздо лучше, да, чтобы вы мне обложку пришлете и хороший какой-то отзыв в соцсетях с благодарностью, да, или в книге, в конце концов, блин, посвятите книгу мне, да, напишите благодарность в мастерской в книге. Вот, поэтому не, не, прошу вас меня из этой схемы исключить. Дальше, да, дарить книгу знаменитостям, фотографировать с книгой. Дальше, приз, встроенный в книгу, например, в книге газетчик на обложке была, это самое, внутри подарок стоимостью 10 тысяч рублей. Внутри действительно был подарок стоимостью 10 тысяч рублей, да. Там нужно было сделать некое действие, да, прочитать книгу, написать отзыв, прислать мне отзыв, причем мне не важно было, позитивный, негативный отзыв. И в ответ на этот самый я посылал архив мастер-группы, который стоил 10 тысяч рублей. А вот, людям нравилась мастер-группа, да, нравились эти эфиры, там было штук 50 уроков, и люди с удовольствием, значит, покупали книгу, да, даже если не интересовались детективами, писали отзывы и рекламировали книгу в своих соцсетях и, соответственно, получали от меня подарок. Вот какой-то хороший подарок, какой-то хороший приз, который люди реально хотят получать, есть смысл в книгу встраивать. Дальше. Реклама в блоге и в соцсетях. Единственное, что здесь надо быть осторожным, да, может быть так, что приз через какое-то время для вас становится слишком дорогим, да, то есть, например, у меня в какой-то, я сейчас не помню, в какой-то, то ли в букваре сценариста, в каком-то из изданий букваря сценариста или в этом самом, у меня тогда была идея, что надо продавать через бесплатные консультации, вот. И я в книге был приз «Бесплатная консультация», что, типа, напишите мне на такой-то мейл и я для вас проведу там, типа, бесплатную консультацию. Понятно, что тогда у меня и время было, и желание было этим заниматься, да, сейчас у меня ни времени, ни желания, да, то есть, я не могу позволить себе сейчас провести там часовую бесплатную консультацию, да. Вот. Дальше. Реклама в блоге и в соцсетях. Вот. Бывает так, что мне кто-то говорит, а у меня в блоге, там, типа, пять человек. Ну, ребят, кому? Ну, раскрутите блог. Ну, тогда никто не будет. Если у вас нет, если у вас пять человек в блоге, да, то что заставляет вас предполагать, что у вас будет больше читателей у вашей книги? Ну, раскручивайте блог, потом рекламируйте свою книгу. Причем реклама должна быть массированной. Есть тоже такое ошибочное представление. Люди такие сидят. Вот я год пишу книгу и молчу не полслова о том, что я пишу книгу. Потом книга выходит и я напишу пост. Ну, написали вы пост. А хват поста 200 человек. Ну и что? То есть, 200 человек один кликнул на вашу страницу с книгой, да, и ни одного не купило. Да, то есть, нужно готовить людей к тому, что вы пишите книгу, что у вас будет книга. То есть, к тому времени, когда ваша книга выйдет, вы уже должны 50 раз написать о том, что у вас выйдет книга. То есть, люди уже должны сдать того, что у вас выйдет книга. И, соответственно, когда книга вышла, после этого вы каждый день пишите о том, что у вас вышла книга. Каждый день напоминаете. Да, то есть, хорошая тема, это когда вышла книга и вы, если это там инстаграм, да, вы 100 сторис записываете про книгу. 100 дней каждый день по сторис. Если в контакт, да, 100 постов с упоминанием книги. Дальше, конкурсы. Я делал такой конкурс, сфотографируйся с книгой, получи приз. То есть, просто человеку достаточно было купить свою, мою книгу, с ней сфоткаться, запостить эту фотку у себя в соцсетях. И я давал, не помню, няшку какую-то давал, недорогую. Вот, и, соответственно, да, людям было прикольно и приятно фоткаться с книгой. А для книги это была реклама. Дальше. Получение отзывов у читателей. Если книга нон-фикшн, да, Парабеллум в свое время делал такую вещь, он давал треть книги за отзыв. Бесплатно отправлял, да, читаешь треть книги, получаешь отзыв. Дальше. Взрывной пиар имени Романа Масленникова, да, устроить какой-нибудь скандал, связанный с книгой, да, и идеальный вариант это добиться запрета книги. Тоже знаю людей, которые этим активно занимались и активно этим пользовались. Дальше. Геймификация. Придумать какую-нибудь игру, связанную с книгой. Например, мне, к сожалению, не удалось это осуществить. Я хотел сделать такую штуку. Хотел взять 50 книг, когда вышла ленивая скотина, взять 50 книг, нанять людей и отправить, да, заставить их спрятать в разных местах. В городе, в Москве и в Питере. Но издательство, как бы, я готов был это финансировать, но издательство что-то как-то заменжевалось, типа, а вдруг там не понравится людям, да, что книга тут это самое где-то там в разных местах, да, вдруг нас за это заругают, вдруг нас за это посадят и отказались делать. То есть, если бы я сам издавал, я бы сделал такую штуку, но вот издательство воспротивилось. Но в целом можно такие вещи делать. А Кунин делал, по-моему, перстень какой-то где-то прятал. Но у него, по-моему, кстати говоря, он спрятал перстень, а его в итоге никто не нашел. А в книге были подсказки. Это прикольно. Вот можно придумать какую-то игру, связанную с книгой. Дальше. Пасхалки. Это встроенные в книгу какие-то приветики целевой аудитории, которые потом люди обсуждают в соцсетях. У меня, я вам, те, кто давно там со мной рядом, да, помнят приятеля моего дружбана Лешу Ходорыча, который собирает число 42. Вот у меня в каждой книге есть привет Леша Ходорычу. Прям в тексте. То есть, во-первых, там, начиная с определенного периода, я начал писать в «Ленивой скотине» 42 главы, в «Волшебном пенделе» 42 главы. А там смешно получилось. Я впервые это хотел сделать в книге «Пишется». И я обсчитался. То есть, в книге «Пишется» должно было быть 42 главы. Я обсчитался и написал 43. Вот. Промахнулся просто. Я это обнаружил только тогда, когда книга вышла. На обложке там 43 секрета продуктивности. А на самом деле должно было быть 42. Вот. И внутри в тексте тоже я там пишу 42. Леша Ходорыч, привет! И, значит, естественно, Леша, когда выходит книга, он это фоткает и выкладывает у себя в соцсетях. Это прикольно, это весело. Дальше. Вкладывать в книгу возможность играть в героя каким-то образом. Да, косплей какой-то. Устроить конкурс рисунков по книге. Попросить друзей-критиков написать отзыв о книге. Да, и дальше, естественно, отзыв этот всячески рекламировать. Например, Дима Бавильский хвалил букварь сценариста. Галя Юзефович хвалила букварь сценариста. И Саша Фолин хвалили букварь сценариста. Причем искренне хвалили. Я посылал книгу и просил написать какой-нибудь отзыв. Людям понравилась книга, и они хвалили, отзывались. И дальше, естественно, вы этот отзыв рекламируете. Дальше. Дефицит. Книги на всех не хватит. Да, то есть, если небольшой тираж, то можно это пиарить всячески. Что, ребята, быстрее хватайте, книга разлетается быстро. Дальше. Удержание читателя. Книга-сериал. То есть, когда вы пишете книгу с продолжением, то людям, естественно, интересно узнать, что будет дальше. И они охотнее покупают следующие книги. Дальше. Публиковать по главам и получать обратную связь. Помимо всего прочего, это и производственный способ написания книги, и это реклама книги дополнительная. Дальше. Работа с присоединением новых аудиторий. Например, Акунин, я вам про это уже рассказывал, да, он каждую свою новую серию книжную писал для новой аудитории. Таким образом, он старую аудиторию подтягивал к новым сериям, и он новую аудиторию подтягивал к старым сериям. То есть, появляется книга, условно говоря, там, политической сатиры, да, сказки для идиотов. Люди, которые читают политическую сатиру, кстати, они действительно очень классные. Там пять сказок, по-моему, или шесть. Вот. И, значит, читают, нравится, и такие, а что еще это Акунин написал? А вот еще тут детективы какие-то. Ну, давай-ка я и детективы почитаю. Вот. Поскольку он достаточно писуч, да, то есть, ну, пишет много и достаточно качественно, да, то есть, он легко, там, легко может присоединять новую аудиторию за счет новых книг. То есть, если вы тоже так, да, у вас тоже можно это делать. У меня тоже, естественно, да, условно говоря, есть книги для сценаристов, есть книги для писателей отдельно, да, есть книги для читателей-детективов, да, есть книги мотивационные, да. Да, тоже все это, это все разные аудитории. Дальше. Работа в соавторстве. Например, есть человек, который успешен на одном своем каком-то рынке, да, например, Джеймс Паттерсон. Но он очень успешен на американском рынке. А в Европе его вообще не знают. Он делает такую вещь, да, он смотрит, что есть, например, в Швеции, да, и говорит, окей, вот у вас тут девушка, я не помню, как ее фамилия, да, она, типа, хорошо известна на вашем рынке, да, и она успешна. Давайте мы напишем книгу вместе с ней. Да, и понятно, что на самом деле, скорее всего, она писала книгу, что он ничего не писал, да. Пусть она напишет книгу, как бы мы вместе написали. Может быть, у них там был один какой-нибудь зум-созвон, на котором они там сюжет обсудили. Вот, дальше выходит книга на шведский рынок, на книге две обложки, да, книга с фамилией известной авторки в Швеции и фамилия какого-то, какого-то американца. Да, люди взяли, прочитали книгу. А, интересно, дальше видят, а вот еще книга этого американца, дайте-ка мы ее почитаем. И вот таким образом автор заходит на новый рынок, и он, Паттерсон, так, на разные рынки заходил. Акунин рассказывал о том, что на него выходили от Паттерсона, что вроде как он хотел вместе с Акуниным, типа, написать роман. Естественно, в этой ситуации Акунин бы на самом деле писал роман, да, а на обложке просто стояла бы фамилия Паттерсона. Итак, вот не скажу, что все, да, мы в мастерской, я даю там на курсе по роману, там мы более подробно занимаемся издательством и продвижением. Но вот вам пока какая-то информация к размышлению о продвижении. Итак, домашнее задание. Если вы будете писать художественную книгу, то вам надлежит пойти на курс по роману в нашей сценарной мастерской, в мастерской написать роман. Если у вас non-fiction книга, то пишите книгу, пишите бестселлер. Задание написать книгу, написать ваш бестселлер в течение следующих двух месяцев, издать его. И, соответственно, когда вы издадите и книга ваша станет бестселлером, обязательно напишите в соцсетях отзыв о том, что эта ваша книга была начата на нашем с вами тренинге технологии бестселлера. Вот то, что я хотел. Ну и пришлите мне потом ссылку на этот ваш отзыв. Вот то, что я хотел вам сегодня рассказать. И готов отвечать на ваши вопросы, если они есть. А издательства-то зарабатывают так или иначе? Издательства зарабатывают с объема. То есть, сегодня, например, маленькое издательство не может существовать. И все маленькие издательства, Ман Иванов и Фербер, издательство Шубиной, они все работают под крупными издательствами. В основном под Эксмо. То есть, у нас существует сейчас Монополист Эксмо и АСТ тоже под Эксмо. То есть, вся художественная литература сейчас более или менее в Эксмо. И, соответственно, издательство зарабатывает с потока. Вот. И им уже все равно. То есть, если у них есть такой поток, если они издадут 500 экземпляров, и эти 500 экземпляров продадутся, они все равно окупаются. Так. Открытка с автографом автора как идея подарка. Насколько жизнеспособна? А насколько аудитория хочет получить ваш автограф? Если они действительно хотят ваш автограф получить, если они вас не знают, то им зачем автограф ваш? Так. Запустил в Телеграм и груз с 10 цитатами из первой главы в качестве ответа на запрос. Да. Есть люди, устраивают конкурсы. Там, предложил лучшие названия для книги. Или вот у меня есть 5 названий. Выберите, какой из них кажется лучше. Да. И так далее. Тут десятки разных идей, как это можно все в соцсетях раскручивать. С какого момента можно уверенно называть себя писателем? Хороший вопрос. Есть определенные критерии. Да. Например, в свое время Мальгин составлял список писателей русского ЖЖ. Ну вот. И у него был такой критерий. Наличие изданных книг в издательстве. Да. То есть он смотрел не на... Например, я в это время уже был там мега-успешным и известным сценаристом. Драматургом с кучей постановок. И он меня в этот список включил не поэтому, а потому, что у меня было два романа, изданных в Эксму. Вот. Поэтому вот есть такой критерий. Да. Что если у вас есть изданные книги, то вы можете считать себя писателем. Точно так же, как в сценаристике считается, что сценаристом может считать себя человек, чей снятый фильм можно посмотреть где угодно, кроме экрана компьютера. Да. То есть не на Ютубе, а, например, по телевизору можно посмотреть. Или был показ где-то на большом экране. Все. Все. Уже вы можете считать себя сценаристом. Драматург. То же самое. Да. Есть постановка театральная. Все. Можно считать себя драматургом. Я помню, что для меня это было важно в свое время, когда... Ну, как это вот получить такое признание. Признание. Да. Но в целом, мне кажется, что самое главное для себя решить. То есть как только вы про себя понимаете, что я писатель, все. А дальше уже будет издание, не будет издание. Рано или поздно издание будет. Так. Равноправного участия в таком соавторстве не бывает, что ли? В соавторстве никогда не бывает равноправного участия. Как сделать книгу бестселлером на Ридеру? Я не поняла ответ. Поясните, пожалуйста. Алена, я вот сейчас только что в течение 50 минут пошаговый план продвижения книги вам рассказывал. Мне что? Еще раз повторить все, что надо сделать? Переслушайте вебинар. Так. Как продвигать книгу неполиткорректную, чьи идеи не разделяет большинство? Никак. Ну, если книгу, если большинство не разделяет идеи вашей книги, да, то зачем кому бы то ни было эту книгу читать? Да, то есть, книгу вашу будут читать в том случае, если какая-то часть людей вашей идеи разделяет, да, вот та часть и будет читать. А та часть, что не разделяет, но если я начну читать книгу и увижу, что там, не знаю, грубо говоря, там евреи убили Есенина. Да, если я увижу такую книгу, как бы вы ее мне не продвигали, я плечами пожму и скажу, бред какой-то, да, и тут же ее захлопну. Да, или Сталин эффективный менеджер, там, или еще что-нибудь. Вот такое я увижу, да, я, ну, как бы вам очень большие усилия, вам придется меня связать для того, чтобы я такую книгу прочитал. Да, поэтому вам нужно найти аудиторию, которая ваши идеи разделяет и рекламировать это и вашей аудиторией. Так, Союз писателей предлагает ввести профстандарт писателей. Это ерунда. Это, то есть, в этом, на самом деле, вернее, так, я скажу так, в этом есть смысл. Почему? Потому что профессиональный писатель социально не защищен. Да, то есть, мы не получаем пенсию. Да, нет, грубо говоря, в советское время, да, была поликлиника. Да, если ты член Союза писателей, да, ты приписан к поликлинике, да, у тебя есть дома творчества и так далее, и так далее, да, то есть, была достаточно мощная профсоюзная. Литфонд, это был профсоюз писателей, да, была мощная инфраструктура, которая обеспечивала социальную защиту авторов. Были дачи, были квартиры, да, то есть, член Союза писателей, все у него было в порядке. Сиди, пиши. Вот. В этом смысл был, да, и я думаю, что если бы снова сейчас это сделали, то было бы неплохо, да, учитывая то, что я там уже лет 10, там, чуть больше уже, наверное, лет 15 член Союза писателей, никаких преимуществ от этого, кроме того, что взносы плачу раз в год, да, ничего, никаких преимуществ я от этого не получил. Даже в переделке на один раз только был. Вот. Поэтому введение каких-то профессиональных стандартов, да, оно должно и какими-то преимуществами сопровождаться, да. И у меня есть ощущение, что это просто там будет, это будет просто какой-то идеологический инструмент такой, да, что раз ты писатель, да, ты соответствующий этому стандарту, да, значит, ты должен там поддержать такую-то, такую-то идеологическую компанию какую-то. Я, мне кажется, что это все, это все даже государству не нужно на самом деле. Есть ли в вашем курсе темы по тому, как работать с фанфик аудиториями, а также в сфере онлайн игр? Нет. Это узкая тема и, на мой взгляд, не... То есть, это можно делать, но я не вижу там пока какого-то такого большого потенциала. Интересны ли сейчас людям психологические триллеры, замкнутые... Харольд, ребят, интересны любые проекты, кроме скучного, да, то есть, если есть аудитория, да, и есть хорошо написанный текст, да, книга станет бестселлером. Так, эти 7 уроков останутся в записи. Да, они все здесь останутся в этом самом... Вконтакте. Вот что касается, смотрите, что касается онлайн игр, я так вам скажу, что это очень узкая тема, да, и есть аудитории, да, как, например, поклонники онлайн игр, да, и вот есть, я вам, по-моему, рассказывал, есть писатель Дмитрий Рус, который работает в жанре РПГ-литературы. Да, то есть, роман написанный как... Где герой, по сути, проходит компьютерную игру. Вот, и он для своей аудитории, да, он является очень... То есть, это очень лояльная аудитория. Она небольшая, но она очень лояльная. Вот, и, соответственно, да, он понимает, что для его аудитории приобретение его новой книги является обязательным. Точно так же, как аудитория людей, которые пишут сценарии, да, для аудитории, для этой аудитории, приобретение моей новой книги является обязательным. То есть, если я напишу еще одну какую-нибудь книгу по сценарному мастерству, да, все сценаристы ее купят. Некоторые, конечно, купят для того, чтобы обосрать, но, тем не менее, все равно купят, прочитают и будут внедрять и использовать то, что я напишу. Да, поэтому здесь какой-то прям особенной специфики на самом деле не существует, да, просто есть узкая аудитория, да, есть аудитория, там, не знаю, людей, которые собирают, разбирают машины, да, и, соответственно, если вы напишите книгу на эту тему, да, опять же, для этой аудитории приобретение такой книги будет обязательным. И надо просто найти места, где собираются эти люди, и там им эту книгу рекламируют. Все очень просто. Окей, друзья, ну вот, собственно, на этом я и предлагаю сегодня закончить. Да, те, кто пишет истории комп-игры полным-полной, ца там немаленькая. Да, и, кстати говоря, это аудитория, аудитория онлайн-игр и аудитория, скажем, вот этой индустрии RPG-литературы, это индустрия, в которой очень хорошо работает интернет-реклама. Потому что там люди хорошо, хорошо покупают на интернет-рекламу. Так. Поступила к вам сценарную мастерскую, книгу планирую писать ближе к стилю нон-фикшен, историю... Ну, ребят, мы будем писать роман, поэтому вы будете писать роман. Да, на курсе роман вы будете... Вы все будут писать роман, и вы тоже будете писать роман. Мы не будем там никакого нон-фикшена писать. Так что он может быть с элементами нон-фикшен, но все равно мы будем там писать роман. У нас делали девчонки, психологи поступили на курс, две они, как бы два человека, но один автор. Вот, и они писали книгу на психологическую тему. Естественно, это был роман, в котором были кейсы и были задания в конце каждой главы. Но по структуре, естественно, это был роман. Окей, хорошо, друзья. Спасибо вам за внимание, спасибо вам за ваши вопросы. И увидимся дальше с вами уже на курсе по роману. Пока-пока.